Как я уже сказал, это особенный и очень важный день. Яир стал сегодня мужчиной. Это самый важный момент, подойти первый раз к Тории и прочитать из нее. Это не то, чтобы он не читал до этого. Конечно, он читал и мы так же слышали его. Но сейчас перед всеми это очень особенный и волнующий момент. Таким образом, это очень важный момент. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры До того, как Яир начнет читать, Я хочу сказать, что в нашем современном веке Этой традиции есть только где-то 400-500 лет Но С другой стороны Мы видим, что примерно в возрасте 12-13 лет Ешуа со своим папой и мамой поднялись в Иерусалим Если мы посмотрим на эту вещь, как на что-то особенное в Новом Завете И Новый Завет уделяет внимание этому моменту Мы увидим, что с Ешуа произошло там кое-что Во-первых, он впервые явил свою мудрость перед мудрейшими из людей там Потом произошло недопонимание, когда его родители, думая, что он с ними ушли, а он остался Вы помните эту историю? Но когда они вернулись, чтобы забрать его домой И потом, когда вернулся, написано, что он был в послушании у своей матери и отца То есть он был хорошим домашним мальчиком Я думаю, что это про нашего Яира тоже Мы сейчас произнесем несколько благословений Я знаю, что не все привыкли, но во время благословений мы стоим Поэтому прошу вас высказать уважение и встать всех Берух redesign ahh Берух ты, Богser Берух ты, Богser Берух ты, Господь И это факт, извиняюсь, для тех, кто не верит в это. Это очень важно для нас. Я буду читать из бытия 28 главы. Недельная глава В.Ц., 10 стих. И до того, как он начнет, те, которые забыли, Традиция недельного чтения Ввелась в Израильскую традицию где-то за 300 лет до рождения Иешуа. И тот, кто ввел эту традицию, был священник Эзра. И благодаря этой традиции народ израильский сохранил свою сущность И следовал Божьему Слову. И также Иешуа был послушен этой традицией. Те, кто не помнит, после своего искушения в пустыне, Когда он победил дьявола, он взошел в синагогу И читал из недельного чтения. Окей. И вот, кто ввел эту традицию, был священник Эзра. Иисус. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Я должен очень волноваться, даже я волнуюсь. Я должен очень волноваться, даже я волнуюсь. Я вот с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в землю сию, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте, все, а я не знал, и убоялся и сказал, как страшно сие место, это не иное что, как дом Божий, это врата небесные. И встал Яков Рана, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возделил елей наверх его. И нарек имя месту тому Бейт-Эль, а прежнее имя того города было Луз. Всем шаббат-шалом! До того, как я начну толкование этой главы, я хочу пару слов сказать о себе. И обычно такое происходит, когда в школе есть экзамен или контрольная работа, и тогда я уделяю много времени для того, чтобы к этому подготовиться. Но может быть из-за паник и волновения, или из-за того, что я не уверен в себе, и даже недостаточно доверяю Богу, на меня наступает такое затмение. Встал я забываю все, что я учил. Я знаю, что я учился, я знаю, что даже сделал такой мини-тест экзамен с мамой или с папой, но вдруг я оказалась в классе, и теперь я все забываю. И когда в эти моменты паник и затмение, я говорю себе, но я же все это знаю, я учил, но все равно это не помогает, и я не помню ничего. Возможно, с вами такое происходило тоже. А сейчас мы перейдем к недельной главе. Вышел Яков из Бер-Шевы и пошел в Харан. Это значит, что Яков вышел из Бер-Шевы, пошел в Харан. Это как раз я сейчас скажу, что человек обычный человек выходит из Бер-Шевы и идет в Харан, как будто ничего не произошло. Если мы прочитаем Бер-Шевы 27 главу, 43, то там написано, там написано, «Найты сын мой послушай моего голоса, встань, и выйди из земли, и убегай в Харан». А здесь Ривка говорит о Яков, «Девер-Шевы здесь». «Девер-Шевы здесь» – это быть в панике, в панике, в панике, в панике, в панике, в панике, потому что его брат был полон зла, хотел убить его. Но здесь мы видим, что Яков не убегает, а что он вышел. Что-то здесь мне не связано одно с другим. И это то, что произошло со мной. Когда я в классе и закончил экзамен, я просто убегаю в панике, и я в страхе. Но не нужно бежать, нужно спокойно выйти, так как это сделал Яков. И здесь мы очень хорошо видим, несмотря на то, что нам говорят окружающие люди, «Убегай», но мы должны уповать на Бога, знать, что Бог с нами, и что все будет в порядке. Это первый урок, который я вынес для себя. Сейчас перейдем ко второму. И второй урок, он более глобальный. Когда Яков заснул, он увидел сон. Он увидел, что поднимается лестница до небес, и ангелы Божьи спускаются и поднимаются по этой лестнице. Те ангелы, которые спускаются, это ангелы, которые будут охранять Якова. А те ангелы, которые поднимаются по лестнице, это те ангелы, которые охраняли его во всем его пути с хананской земли. Но у ангелов, которые поднимались по лестнице, не было достаточно власти оставить эту землю. И я верю, что неважно в какой части земли мы находимся, если мы идем с Богом, то Бог посылает свою защиту и свою помощь. Но нам нужно иметь для него открытые уши и всегда быть вводимыми святым духом. Я хочу сказать, пожелать себе и всем вам, чтобы мы были с открытыми сердцами и с открытыми ушами для Господа Бога. И знать, что мы можем ему доверять, и что Бог всегда спасает и сохраняет нас. И до того, как я закончу свое толкование, я хочу помолиться. Отец наш, я благодарю тебя за ту смелость, которую ты дал мне, за то, что ты хранишь всех нас и посылаешь нам помощь. И помоги нам всегда уповать над тебя, знать, что ты с нами и что все будет в порядке. Сохрани нас, Отец наш. В имя Господа, Ишуа. Аминь. Благодарю вас. Это было глубокое и очень важное толкование. Ты сделал это лучше, чем даже многие взрослые это делают. Как ты себя чувствуешь? Затмение сегодня не наступило, слава Богу. Давайте похлопаем Яиру. И мы хотим сейчас благословить Яиру и всю семью Мазинных. Выходите все, пожалуйста. Михаил, ты сейчас благословишься? Мужчина. Большая семья. Рами. Во-первых, я хочу сказать Яиру. У Яира очень большой потенциал. Он также очень активный мальчик. И я хочу пожелать тебе, чтобы всю твою силу и энергию ты умел направлять в правильное русло. И чтобы ты, находясь в любом месте, видел Господа перед собой. И тогда ты будешь знать, что вот это мое направление, туда я должен стремиться, по этому пути я должен идти. И так же, как ты говорил сегодня сам, чтобы в своем сердце ты умел уповать на Него. Неважно, что происходит вокруг. Неважно, какие бури есть вокруг. Неважно, что говорят люди, которые вокруг тебя. Всегда смотри вперед, в сторону Бога. И посмотри туда сейчас. Видишь, что там написано? На Аарона Кодыш написано, знай, перед кем ты стоишь. Пусть эти слова будут написаны у тебя в сердце. Во имя Ишуа. Аминь. Спасибо, Яир. Туда лиха, Яир. Вообще, классная, честно говоря, была комментарий. Это уже начало того, что ты начинаешь делать в движениях с Богом. Но что я хочу сказать. Когда у тебя день рождения точная. И загляну в календарь еврейский. Это день Тридцатая Ава. Это, по идее, недельная глагаа шофтим. И я смотрю, почему такое совпадение произошло и там, и тут ты подошел к тому времени, когда тебе нужно было выйти и пройти бар митцеву в яйце. И я кое-что обратил на что-то внимание. О том, как раз, о том, что Дима сегодня сказал, что у тебя необычный потенциал. И в тебе есть дар лидерства. У тебя есть способность не просто быть лидером. И быть в команде. И это сегодня явно было дивидено здесь, на сцене. Когда ты ввел одну группу. Когда ты ввел поклонение. А в второй группе ты сел за другой инструмент. И уже подыгрывал. И это необычный дар. И если ты будешь на самом деле послушным отцу, матери. И я верю, что Бог тебя еще более выше подлинный. Он у тебя уже поставил лидером. И в то же время быть в команде, быть слугой. И это то, что он говорил Иешуа. Он говорит, что тот из вас будет первый, чтобы быть слугой. И сегодня в яйце ты вышел. Ты вышел из того возраста, где ты был безответственным. А сегодня у тебя ответственность уже быть самостоятельным. И теперь у тебя есть охрана. В то же время оставаться послушным родителям. И быть послушным, особенно отцу. Потому что помазание его уже на тебе. Не стесняйся своего роста. Я тебе серьезно говорю, не стесняйся. Потому что Богу ты нужен таким сегодня. Я тебе уже говорил, что до 14 лет, Яэр, я был тоже маленький. У меня была кличка Малыш. Но вдруг в один момент я вымахал. Как ты не паникнул. Главное, какой ты перед Богом, какое твое сердце. Дорогой Небесный Отец, я благодарю тебя за Яэра. Я благодарю тебя за ту энергию, которую ты даешь ему. И я не сомневаюсь, что ты поставишь его лидером. В каких-то движениях. И я верю, что Господь, ты его сердце приготовил для того, чтобы быть послушным тебе, родителям. И не только вести свою команду какую-то. Но и быть с ними вместе как одно. Я прошу Господь, чтобы ты благословил его в этом движении. И в этом помазании. Но вот я также поздравляю Леона, что у него появился еще один мужчина. Так что трое мужиков в доме. Баруха Шла. Мы тебя любим, Яэр. И от нашей группы учителей и детей с которыми ты был в группе. Мы хотим поздравить тебя и подарить тебе этот подарок. Мне уже тебя не хватает на этих уроках. Ну и помнишь, что я тебе говорил. Даже когда ты перейдешь в другую взрослую группу, приходи навестить нас. Мы все знаем, что когда ты там, тебя чувствуется, что ты там. И где бы ты ни был, у тебя есть вот это вот присутствие. Во-первых, меня опередили. Все, что тебе сказали, я хотела тоже сказать. Я не думал, что мой папа скажет это. Неважно. Ты большой человек, твою присутствие чувствуется. То, что я хотел тебе сказать. Что все, что ты сказал в этом долговании недельной главы, это очень важно. И то, что ты пожелал нам, я желаю, чтобы с тобой происходило всю твою жизнь. Я знаю, что не просто так твои родители назвали тебя Яир. Ты приносишь свет. Одна из важнейших еврейских благословений, это что Господь восветит своим светлым лицом над нами. И мы просто желаем, чтобы всю жизнь Господь освящал тебя своим светлым лицом. А ты, в свою очередь, чтобы освящал всех, которые находятся вокруг, как твое имя Яир. Через твои слова, через твою веру, через твое поведение, через твою музыку. И твои отношения с людьми. Бог тебе дал очень много талантов и помазания. И сейчас, может быть, ты даже запутался, потому что во всем, что ты делаешь, у тебя получается. Во всем, что ты делаешь, ты просто молодец. И то, что у тебя осталось, это успокоиться, с этим переспать и решить, что ты делаешь. Потому что все, что ты делаешь, у тебя получится отлично. И что бы то, что ты выбрал, это соответствовало Божьему желанию в твоей жизни. Потому что Бог всех избрал для своего дела. И я уверен, что твое дело в этом мире, это просто давать также свет этому миру. Потому что твои родители так тебя назвали. И твое поведение такое, ты тот, который освещаешь. Мы тебя любим, Яир. Продолжай светить. Я беру в твоей жизни. Как ты думаешь, ты уехаешь от тебя, И как ты поздравишь от тебя, И что ты все время думаешь о том, что я делаю для меня на своих жизни. Мы любим от тебя очень, Яир. Мы вернулись за тебя. И, пожалуйста, в обязательстве, что мы получаем от тебя, С Skype и с程ами нашего мира. Вы уехали со мной. И сделай с нами на это, потому что это самое самое лучшее для вас. Правда. Спасибо большое. Я хочу помолиться за эту семью, за единство в этой семье. То, что уже Дима сказал после Макса, сложно говорить, но я хочу сказать тебе то, что я чувствую. Молодец, во-первых. Твою подготовку к Бармитсве у тебя взяла всего лишь неделя. И сейчас ты уже вырос и ты начнешь учиться брать на себя ответственность и принимать решения. То, что я хочу тебе пожелать я хочу пожелать со Священного Писания. В притчах написано так. Больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Мы тебя любим. Я тоже должен сказать, это мой сын. Во-первых, до 26 лет ты можешь прийти и попросить помощь. А когда будет 26, я ему скажу до 52. Но сейчас мы будем требовать от тебя больше. Я очень тебя люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ОТЕЦ Наш мы просим единства для этой прекрасной большой семьи Леона и Нины чтобы между ними было понимание и взаимодействие и взаимопомощь. Блага славих чтобы они принесли много плода для Твоего Царства. Бешем Иешуа Масхия. Ваим Иешуа Миси. Ивархеха, Едонай, иишмиреха. Яэр, Едонай, панавелеха, иихонеха. Иса, Едонай, панавелеха. Виасем лахем шалом. Амин. Амин. Туда, Рабба. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok